Это мало кто знает, к сожалению или к счастью, что онкологические заболевания делятся на хирургические, делятся на три большие группы. Не все, но часть. Первая, когда опухоль есть, она полностью удалима и удаление может быть в пределах радикальных, то есть радикально удалим. И для большинства опухолей тогда основным методом лечения будет хирургия, потому что хирургия позволяет надеяться на излечение от опухоли. Это называется резектабельная опухоль. При этом, к сожалению, больной может быть неоперабелен по состоянию общему, но опухоль будет названа резектабельной. Вторая группа называется пограничной резектабельной. Хирург может удалить опухоль и причем может ее удалить радикально или условно радикально. Но эта операция требует вмешательства на каких-то жизненно важных структурах. Ну, например, пересечение вен, пересечение артерии, пластику артерии сложную. И вопрос радикальности становится под вопросом. То есть либо надо очень широко и рисковать жизнью пациента, а реально рисковать, либо радикального не будет. Вот это называется пограничная резектабельная опухоль. Это тот вариант, когда чаще всего начинают с химиотерапии. Проводят три-шесть. Вот у нас сейчас больной прошел шесть курсов химиотерапии. Мы добились того, что опухоль несколько уменьшилась. Она осталась пограничной резектабельной, но условия для операции стали выгоднее. И теперь мы можем оперировать. И есть так называемая нерезектабельная опухоль, когда на первичном осмотре, когда при первичном обследовании опухоль удалить нельзя. И она бывает как абсолютно, так и относительно. Абсолютно нерезектабельная, когда множественные метастазы, множественные канцероматозы и удаление самой опухоли вообще никак не влияет на состояние, на лечение, на выживаемость человека. Ему показана химиотерапия. Относительно нерезектабельная, когда вот на данный момент удалить нельзя. Человек не перенесет такую операцию. Не перенесет ли человек, либо удаление опухоли внесет в себе огромные риски несоразмеримые. Но при этом вот эта опухоль после определенного лечения может стать пограничной резектабельной, либо резектабельной. Например, метастазы в печени очень часто бывают нерезектабельные, но это не окончательный эффект. Мы говорим, давайте три курса, давайте шесть, давайте вернемся, давайте еще раз посмотрим, да. Они могут стать резектабельными. А потом, если они не удалимы все, у нас сегодня есть такое направление, которое называется индивидуальная хирургия, да. Скажем, не так давно был больной, у которого порядка 15 метастазов в печени, но из них ПЭТ активны два. И в современных методах мы удаляем эти два. Потому что именно они сейчас растут, именно они сейчас определяют его жизнь, продолжительность жизни. Мы не можем удалить все, но не можем, если мы можем удалить те, которые активны, вот это относительно нерезектабельно. Продолжение следует... Продолжение следует...